В четверг, 31 марта, в Государственной Думе состоялось заседание рабочей группы проекта «Безопасные дороги. Партия Единая Россия». Открывая заседание, председатель Думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, координатор партийного проекта Владимир Плигин, предложил создать в Госдуме подкомитет по безопасности на дорогах. Может быть, если это удастся, правда, она уже практически на излете работы Государственной Думы, но может быть, стоит создать, Виктор Иванович подумается над этим, может быть, даже стоит создать специальный подкомитет, который бы этим предметно совершенно занимался, организуя все усилия. Парламентарий также отметил, что ежегодно в России на дорогах гибнет более 23 тысяч человек. По словам Плигина, в результате тех мер, которые принимались в рамках партийного проекта, смертность на дорогах удалось с 2007 года снизить с 35 тысяч человек в год до 23 тысяч. При этом он заметил, что за этот период автомобильный парк в стране вырос на 15 миллионов машин. Плигин также позитивно оценил внедрение системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. По его мнению, камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения являются одним из наиболее эффективных методов снижения аварийности. Алексей Владимирович, ну вот как раз замечание Владимира Николаевича пересекается с той мыслью, которая озвучена президентом. Он говорил, что надо не только повышать жесткость наказания, ну санкции, но и воспитывать людей. Этот процесс действительно надо начинать еще с пеленок, но с детского сада как минимум, со школы, уважение к чужой, к собственной жизни. Живили, как вы знаете, уголовную ответственность, а не административность за повторное управление в состоянии опьянения, повторный отказ от медицинского свидетельства. Это уже судимость по уголовной статье, для многих это крест на карьере, на жизни, для кого-то даже, да. В этом направлении до бесконечности идти мы не можем. Мы должны такие принимать меры воздействия, такие санкции, которые выражались бы не только в размере штрафа, но которые имели бы и другие критерии воздействия, это и обязательные работы, это и циклы лекций, потому что сейчас не столько дороги деньги, сколько дорогое время. И нарушитель, который имеет достаточное денег для оплаты штрафа или для игнорирования штрафа, если в случае, если он будет привлечен к обязательным работам, к общественно полезному труду, либо должен будет пройти цикл лекций, то я думаю, что это будет мотивировать водителей на более законопослушное поведение. Ну и здесь, конечно, необходимо говорить о том, что у нас, к сожалению, отсутствует социальная реклама в прайм-тайм, как таковая. У нас предыдущим коллегами с предыдущего созыва, думаю, был принят закон в первом чтении, положен, к сожалению, под долгой, глубокой сукной, его надо доставать. В этом году мы уже не успеем, видимо, весеннюю сессию, нам надо довести до финиша достаточно много законопроектов. А следующий созыв, я думаю, должен активизировать работу в этом направлении. Мы должны все рычаги использовать воздействие на водителей, на пешеходов с тем, чтобы количество погибших и пострадавших у нас уменьшалось в большей динамике, в большей прогрессии, чем это есть на сегодняшний день. В ходе сегодняшнего заседания с отчетными докладами выступили заместители губернаторов, министры, руководители региональных органов законодательной власти, а также региональные координаторы проекта «Безопасные дороги». Также были подведены итоги Всероссийского конкурса соревнований по повышению безопасности на дорогах «Безопасность на дорогах. Общая забота» за 2015 год. Иван Иванович, подходите. Конечно, да. Я же сказал, обнимашки. Победителем признана Мурманская область, которая добилась уменьшения числа погибших на 31,7%, числа раненых на 22,1%, числа наезда на пешеходных переходах на 2,5%. В 2015 году в конкурсе приняли участие 58 регионов. Повышение безопасности дорожного движения по всем учитываемым в конкурсе показателям было достигнуто в 22 регионах. Продолжение следует...